Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Совсем недавно я выпустил видеоролик, в котором я категорически не рекомендовал ставить картонку в радиатор. И тут понеслась. Начали мне рассказывать многие, особенно с северных районов и особенно с других районов, там где очень низкие температуры. Да ты попробуй поездить без картонки в радиаторе. Но многие из вас, друзья мои, критиков, даже не удосужились понять смысл, который я заложил в этом видеоролике. В решетку радиатора можно ставить, а вот в радиатор крайне нежелательно. Если кто-то не знает разницу, я сейчас вам объясню. Но вот между делом подвалил еще один вопрос по этой теме. Итак, Валера Пупкин. Я так думаю, что псевдоним себе он взял, хотя может быть и фамилия у Валеры Пупкина Пупкин. Кстати, сам свое имя и фамилию написал с маленькой буквы. Ну да ладно, каждый сам себя уважает и ценит, насколько может. Дядя Леша, видимо малыш совсем, скажите по поводу утеплителя на решетку радиатора. Действительно ли может недостаточно охлаждаться, если закрыть решетку совсем при минус 10? Давайте разбираться с этим вопросом более подробно. Итак, вернемся к тому, что если мы устанавливаем картонку непосредственно в радиатор, мы блокируем полностью все потоки. То есть никакие потоки через радиатор больше не проходят. Это может привести к плохим последствиям. Но конструктивно на большинстве автомобилей сделано так, что радиатор находится в одном месте, а решетка, решетка именно так называемая декоративная решетка, куда некоторые сетку цепляют и всякое такое, она находится на расстоянии от радиатора. Получается, там образовывается такая некая полость. И вот эта вот полость позволяет при, допустим, повышенной температуре непосредственно двигателя и охлаждающей жидкости включаться в вентилятор и делать продувку непосредственно воздуха без практически подхватывания воздуха извне. Но через радиатор поток воздуха проходит. Так делать можно при низких температурах. Но картонку непосредственно в радиатор ставить категорически я не рекомендую. Вот самая большая разница. Друзья мои, вы когда что-то критикуете, когда вы что-то пишете, вы мозги включаете и внимательно вслушивайтесь в мои слова. Я не рекомендовал устанавливать картонку непосредственно перед радиатором, но никак не в решетке радиатора. Это абсолютно разные вещи. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях. Будьте здоровы. Всем пока.